И в целом две победы, три, одно поражение. Клуб Фарт. Рост 185 см. Вес 93,4 кг. Его базовый стиль ММА. Профессиональный рекорд, три победы, одно поражение. Представляет Клуб Ахмат из Чеченской Республики Нажмуды Исламов. Ну что ж, полтяжелый вес, один из самых интересных. Да, здесь очень тяжелые удары, при этом темп достаточно неплохой для таких парней. Посмотрим, посмотрим, как хорошо готовы спортсмены к этому поединку. Здесь очень важна хорошая функциональность. По титулу чемпиона Санкт-Петербурга и при этом, так как он является представителем города Владикавказа, мне кажется, что есть у них некие общие тренировочные соприкосновения с Маратом Балаевым. На сегодня осетинской звездой номер один. Возможно. Ну, хотя вряд ли они спарринговали, потому что тут слишком большая разница. Ну, если Хабид Мармагомедов может бороться с Данилием Карельмия, то почему Марат Балаев не может? Может быть, да. Тем более, что Марат Балаев может бороться с кем угодно. Ему не принципиально. Интересно, что пока никаких таких активных действий. Вот первый такой, ну, оверхенд, наверное, можно сказать. Ну, а что торопиться, когда у тебя в руках пушки? Да, ну, здесь, опять-таки, три раунда по пять минут. Полутяжелая весовая категория. Естественно, нужно грамотно расходовать силы. Если сразу тут выпросить, то есть бензин, потом дальше уже тяжеловато придется. Да, все верно. Тем более, что здесь вес уже достаточно серьезный. Лево-боковой от Нажмуде Исламова. Был такой обозначающий лоуки. Выбросил его соперник. Ну, в основном, да, обмениваются такими одиночными выпадами. Что, по-вторых, для первого раунда более чем логично. Интересно, сейчас на этой двойке, видимо, он ее не собирался кидать всерьез. Даже не стал доводить правую руку. А вот сейчас стал. То есть потихонечку прицеливается, примеряется к расстоянию, к тому, как соперник реагирует. Так. И вот прямо к нам пришли. Есть попытка перевода. Попытка перевода. И тут же на удушающий пытается. Поднял и будет бросок здорово. Это Роберт Пуцеев сбросил с себя этот замок. Один из смыслов вот этого подъема в воздух именно в том, чтобы сразу после того, как произведем бросок, оказаться в позиции сбоку. То есть, что мы таким образом не дал сопернику возможности взять гард. Опа! И слева очень здорово попадает сейчас Пуцеев. Да, 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 да. Вот тут Роберт в этом плане реваншировался немножко. За проведенный тейкдаун. Тем более, что в судейских записках, кстати, это примерно одно и все. Ну, у него хороший джеб. На встречу сейчас выбросил. Нажмите Исламу. Да, очень удачно. Здорово. Показал проход. Зашел с руками. Ну, мы видим, что Исламов сейчас, видимо, почувствовал некоторое свое преимущество, поэтому не спешит дальше особенно его развивать. Так как Роберт тоже не особенно спешит обострять, то смысл. Однако, вот есть перевод, есть позиция. В таком уже рабочем режиме, без каких-то таких подъемов высоких. Ну, с этих углов бывают очень жесткие удары. Сверху вниз вообще удары являются самыми тяжелыми. Так, отзащищался. Хотя, вот эти захваты за Кортус тоже крайне неприятные. Колено. Да, сейчас даже просто скрутить может попробовать Нажмите Исламов. Как раз таки призывает скрутить соперника. Ну, просто это потратит некоторое количество сил у него. Ну, с другой стороны, а почему нет 50 секунд? Так, ну, вот теперь, я думаю, Роберт уже выйдет. Пробил ручку снизу. Да, сейчас как раз хорошее возможность развернуться. И он еще коленями очень активно работает по корпусу Исламова. Ну, видно, что Роберт больше любит бить, чем бороться. Ну, а защищался довольно уверенно. И сам пошел в борьбу. Интересно, ничего себе. Здорово такой нырок за спину. В принципе, могут тоже засчитать как перевод. Ну, и, кстати, при прочих равных, вот этот нырок за спину, он намного рациональнее, чем проход. Потому что так ты сразу берешь и оказываешься в дамках. Со спины работать с Человеком намного проще, нежели с, так, не знаю, даже с Гарда или еще. Тем временем завершается у нас первый раунд. Да, были интересные моменты и у одного, и у другого спортсмена. Каждый показал, в чем он может удивить. Каждый показал, в чем он может быть, он может быть, он может быть, он может быть, он может быть. Раунд под номером два. Будем надеяться, успели отдохнуть спортсмены. И ждем еще более такого, более активного действия, наверное, все-таки. Парни вот легких, весовых категорий нас уже приучили к тому, что к темпу, да, который они задают. Ну, нужно же иногда какое-то разнообразие. Но здесь, правда, весь интерес не в скорости, и весь интерес в том, что в любой момент может все закончиться. Удар у бойца тяжелый. Потихонечку пристреливается с дальней руки ноги Роберт. И успешный перевод у Исламова. Удастся ли удержать? Пока удается. Гард закрывает Роберт Бурциев. Оттягивается сейчас Исламов Назмудея, чтобы здесь уже начать работать ударами, и можно и локти ее опустить. Ну, я не уверен, что здесь вот... Ну, видите, скрещенные ноги у спортсмена. То есть не очень он, видимо, рассчитывает на то, чтобы вставать. Или просто он, как бы это сказать, не хочет тратить силы на вставание, потому что чувствует, что сейчас не получится. Можно на таком ритме потихонечку подползти к стене и уже от стены попробовать встать. Это будет проще. Ну, что в принципе сейчас и дело. В этом плане рационально, да. Соперника уже встать он сам застал, а вот дальше самому удастся ли подняться. Успеет ли? Ох, хороший удар так. Да, чуть-чуть мимо. Вот я тут с нашей позиции посмотрел. Чуть мимо он прошел, но... Да, действительно удар очень опасный. Встал. Здорово. Здесь можно было попытаться апперкотом. Заберет ли обратно? Потому что пока чуть-чуть за счет вот этих борцовских данных, по-моему, наслудей и исламов опережает. В судейских записках своего оппонента. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая двойка! Жестко-жестко попал. И еще жестко попадает. То есть точно... Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть даже, видимо, потерялся. И тут там добавляет. Неожиданно совершенно. Такое впечатление, что поплыл Владимир Славов. Но вроде бы нет. Ну, вроде бы сейчас, как дает шанс ему восстановиться Роберт. Или на Жмуди так его вяжут удачно. Ясность в глазах есть. Но еще добавляет сразу несколько ударов. А вот здесь очень опасно было, конечно. Вот боком, когда так поворачиваешься... Стоит. Заставил основе сейчас на Жмуди и исламов. А, ну, видимо, обратить внимание Роберта, может быть, тоже уже не так много сил. И проходы, видимо, он не так хорошо... Там бы скрутить чуть-чуть. Ну, вот зачем он залезает сюда на территорию на Жмуди и исламов? Для меня вообще большая загадка. То есть ты провел успешное действие. Тебе бы стоять, добивать. Получается же. Зачем ты лезешь в борьбу на территорию, где даже если ничего не сделают, то ж, по крайней мере, отдохнет твой оппонент. Не знаю, не могу сказать. Ну, вот сейчас как раз-таки Исламов пытается соперника уронить на канвас. Да, таким зацепом затяжным. И все получилось, и все. Сейчас время идет на него. Что будет дальше? Работает по этажам. Борцы, ну, смотри, для Владислава корпус голова, классические удары. Да, и мы видим, потихонечку пытается на Жмуди и исламов улучшать позицию. Все равно, не знаю, зачем Роберт в эту борьбу полез, для меня загадка. Сейчас вот его как бы тело забивается. А на Жмуди отдыхает. Попытка рычага, неудача. Ну, да, там чуть... А сейчас позицию занять, ничего себе. Да, сброса соперника. А вот сейчас я уже этого не ожидал. Ну, опять-таки, сколько сил сейчас Борцовик потратил. Ну, вот это, видимо... Позаводи могут просто разбивать соперника. Да. Вот это, видимо, уже со стороны на Жмуди есть некоторая усталость, что он так отдал эту позицию в конце. Ну, принимаем как есть. Вот совершают в них расшибки спортсмены, но их не совершают только кто-то, кто не дерется. Вот. Не это является показателем. Показателем является победа. Ну, с пола того, в принципе, и состоит из ошибок. Если бы кто-то не ошибался, мы бы на этом не видели. Классный прокал, походу, шел, бежать и так далее. Казалось бы, так здорово все шло, да? Да. Смысл вот туда лезть. Продолжай в том же духе. Добрасывай. Да, не знаю. Возможно, это какой-то смещенный приоритет. То есть ему важно было показать, что он тоже может делать переводы. Мне кажется, что основным приоритетом всегда должна быть победа. По моим ощущениям, Висхан Кадиров сейчас может быть немножко впереди. Все-таки за счет более успешных басовских действий. Но я уже ошибался в своих таких представлениях. И, возможно, ошибаюсь и сейчас. Потому что судьи всегда немножко по-другому смотрят. И если я воспринимаю картинку частично эмоционально, то они просто сидят и в своих записочках фиксируют каждое действие то или иной галочкой в какую-то из две частей. Да, сил совсем уж немного остается, мы видим. И у одного, и у другого. И сразу же сходу, да, и идет в ноги. Логично. И логично, как бы, вот единственное, что чуть ближе бы подвести к стене еще, и тогда можно было бы завязать в клинче. Ой-ой-ой. И вторая попытка накрывается сам Назмудий Исламов. А потому что очень, как бы, издалека сейчас начал делать. Откровенности. Да, да, да. Вот. Да, бывают такие проходы, работают. Но сейчас все-таки на нашем уровне развития единоборств это, ну, как бы, не каждый раз уж, как правильно. Не каждый раз уж точно. И вот сейчас есть шанс у Роберта Барцеева, собственно, вернуть упущенную инициативу и развернуть поединок в свою какую-то победную сторону. Ну, вот посмотрите, как сейчас поменял позицию Роберта Барцеева, не позволив Назмудий Исламову приблизиться к сетке до конца. По сетке легче, конечно, вставать, подниматься. И к этому как раз-таки его угловые призывали. Да, все достаточно логично. И чувствуется действительно очень тяжелый удар. Сейчас очень близок. Бойца из Беликавказа. Этот поединок, потому что уже практически пассивная оборона. Есть остановка. Секунданты говорят о том, что были удары по затылку. Ну, отчасти, скорее всего, это правда. Но давайте будем честными. В смешанных единоборствах в этой позиции почти каждый удар он идет по затылку. Потому что юридически затылком считается буквально 5 сантиметров, идущие вот туда, вверх от позвоночника. А на самом деле, все, что за ухом, это уже фактически затылок. С точки зрения, когда ты получаешь удар, это так же тяжело на тебе сказывается. Ну что же, второе. Бой установлен на первой минуте 26 секунды третьего раунда. Победу техническим нокаутом одержал Роберт Барсиев. Клуб «Факт» Владикавказ, Северная Светия на ладе. Продолжение следует...